Увеличить карманные расходы, накопить на крупную покупку, помочь родителям материально. Многие подростки во время летних каникул ищут работу. И кто-то рассматривает это как возможность накопить на учебу, а кто-то как первый опыт взрослой жизни. В эфире «Город С». Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. И в нашей студии сегодня Ольга Петрухина, директор молодежного центра «Самарский». Добрый день. Я уже заявила, будем говорить, про летнюю подработку. И до конца учебного года осталось, что там у нас, апрель, май, фактически два месяца. Ну, наверное, рано думать еще об этом, да, или нет? Нет, я с вами не согласна, не рано. Наоборот, самое время подумать о том, где результативно, эффективно провести свое лето. А если, тем более, у подростков есть желание поработать, то самое время подбирать себе работодателя, да, и смотреть те условия, которые работодатель предлагает. Любому подростку в возрасте от 14 до 17 лет можно пойти двумя вариантами, да, если говорить предметно. Первый вариант – попробовать посмотреть возможный вариант трудоустройства на различных сайтах о работе. Но, опять же, обращать внимание на то, чтобы эта компания была действующей, прочитать отзывы, да, какую работу она предоставляет, какие требования. Непосредственно, чтобы это было официальное лицо, желательно посмотреть информацию, если есть официальный сайт у этой компании, да, и по возможности составить резюме. Если самостоятельно не получается, можно обратиться к нам в центр, можно обратиться в службу занятости и направить все резюме для рассмотрения. Если подросток хочет поработать с временем на какой-то незначительный срок, можно обратиться к нам в молодежный центр Самарский. Мы предлагаем вариант трудоустройства в рамках муниципальных и областных программ на летний каникулярный период. И, в принципе, любой подросток у нас может поработать ежемесячно две недели по легким видам работы. Почему легкие виды работы? Это норма Трудового кодекса Российской Федерации, да. Это такие виды работы, которые не причиняют вреда подростку, да, и являются, грубо говоря, такими вспомогательными к основному работнику. Что мы предлагаем? Это какие вот самые популярные вакансии этим летом ждут наших ребят? Ну, конечно же, всегда большим спросом пользуются вакансии помощник-специалистов. Что делают помощники-специалисты? Они работают с документами, с архивом, серкопируют документы, сканируют, помогают в организации проведения мероприятий, если требуется, да, пишут какие-то информационные статьи, сообщения, производят обзвон, если требуется, да, каких-то клиентов в организациях. Курьерская деятельность сюда также входит в фронт деятельности. То есть, чаще всего на эту вакансию приходят девочки, вот, и... И не очень маленькие, наверное, да, и 14? Всякие, от 14 до 17 лет, да. Просто, конечно же, подросток 16-17 лет, ну, показывает большую эффективность и лучше справляется на рабочем месте. 14-летним, возможно, потребуется побольше времени для адаптации, привыкнуть к этому. Для мальчишек, так как лето, летний каникулярный период, жарко, очень часто выбирают вакансии на свежем воздухе. Это садовник, подсобный рабочий, уборщик территории, также в организациях государственных, муниципальных сфер ЖКХ. Ребята, что делают? Высаживают растения, поливают. Большим спросом всегда пользуется такая организация, как ботанический сад. Не опасно для растений? Нет, все очень хорошо. Например, по практике ботанического сада с ребятами работают молодые наставники с числа студентов Самарского государственного университета. Ребята работают в оранжереях, очень много всегда получают полезных навыков. Мы всегда слушаем хорошие отзывы, ребятам нравится, поэтому тут оздоравливаются, дышат кислородом. И плюс, так как эта организация берет много человек, ребята приходят не одни, а с друзьями, с кем дружатся, двора и вместе проводят время на работе. Также у нас очень популярное направление помощник вожатого в лагерях дневного пребывания. Это для участников школы вожатского мастерства, который уже у нас сейчас ведется. Стартовали мы в январе. Ребята будут помогать в лагерях дневного пребывания. Также основным вожатым проведение различных игр для ребят, кто помладше. То есть сейчас идет обучение какое-то? Сейчас идет, да, с февраля вот по май у нас идет обучение один раз в неделю по должности вожатого, помощнику вожатого. Ближе к концу мая ребята будут сдавать выпускной экзамен. И с 3-го рабочий день они уже приступят к своей работе на территории школьных лагерей. А скажите, а вот какое количество вообще подростков вы способны устроить? Сколько максимально? В этом году мы планируем трудоустроить больше 3000 человек. Если быть точнее 3400 человек, это достаточно большое количество. При этом в этом году предлагается возможность поработать прям полных две недели любому подростку. Чем это хорошо? Тем, что любой подросток может распланировать свое летнее время. Когда к нам обращаются подростки, или даже родители часто говорят о том, что я хочу, чтобы ребенок, или ребенок сам, говоришь, хочу работать все лето. Поверьте мне, это и вообще нашему опыту, который показывает. Работать все лето очень тяжело для подростка, который впервые приступает к работе в этом году. Работа, как сказать, дает такую же нагрузку, не меньше, чем школьное обучение. И, во-первых, это новое окружение, новое сообщество, новое задание, которое надо выполнять, трудовая дисциплина. Достаточно высокий стресс для подростков в том числе, высокая нагрузка. Поэтому я все-таки за то, чтобы, так как это период каникул, оздоровления, считаю, что лучше планировать летнюю занятость и отдых. Не забывать о том, что летом можно и поработать, но нужно и отдохнуть, поиграть в футбол. Две недели – это ведь совсем небольшой срок. Нет, можно поработать, например, в июне две недели, в июле две недели, в августе две недели. То есть как-то спланировать, успеть съездить в детский оздоровительный лагерь или с родителями куда-то в отпуск, или каких-то две недели просто почитать книги, поиграть в футбол, поспать подольше. Но все-таки лето за оздоровление. Поэтому здесь прекрасная возможность именно вот свое лето провести с пользой. Единственное, да, извиняюсь, добавлю, что всегда обращая внимание, надо заранее об этом думать. Например, сейчас уже. То есть сейчас уже? Да, сейчас уже. Или даже вчера. Уже. Абсолютно верно. У нас с 1 апреля уже стартовала запись на июнь. Вы сами понимаете, желающих много. И мы уже запись осуществляем по телефону 262-5247-262-5248. Для чего запись нужно записаться предварительно? Чтобы мы уточнили, какие документы уже есть на руках, когда подросток хочет поработать, и назначили дату и время для оформления трудового договора, чтобы в определенную дату подросток спокойно пришел и оформил. А для них, наверное, сокращенный рабочий день? Сколько часов они работают? Да, абсолютно верно. Для подростков, которые работают в летний каникулярный период, 14-летние подростки работают 4 часа в день, 15-летние подростки работают 5 часов в день, в пятницу 4 часа, и 16-17-летние подростки работают до 7 часов в день, суббота, воскресенье, выходной день. Идет ли речь вообще о том, чтобы заработать? Все-таки это достаточно короткий и рабочий день, и не работают недолго, или это так просто попробовать свои силы, как платят дети? Если говорить вообще в целом о временном трудоустройстве, то, конечно же, здесь основная задача – это больше профориентация, попробовать свои силы, получить знания о новых профессиях, организациях, вакансиях, рынке труда, требованиях. Очень многие родители по итогам летнего трудоустройства отмечали, что изменилась мотивация к обучению, да, то есть какие-то выводы ребенок сделал на рабочем месте, у него изменилась мотивация. Это, опять же, получить первый профессиональный опыт, который пойдет в трудовую книжку, хоть электронную, да, и будет зачислен в общий трудовой стаж. И по заработной плате в настоящее время МРОД у нас составляет больше 19 тысяч рублей, 19,242, плюс материальная поддержка Центра занятий населения, который составляет 1275 рублей. То, в принципе, за две недели в среднем подросток получает порядка 8,5 тысяч. По-моему, прекрасно. Я тоже считаю, что на карманные расходы на мороженое, да, и очень, даже, очень. Да, даже для горла опасна такая сумма, если про мороженое говорим. Хорошо, вы сказали, что уже сейчас нужно записаться, уже сейчас нужно определиться. А сложен ли сам процесс оформления? Вот какие документы будут требоваться от ребенка, да? Да, что для трудоустройства, что к нам в организацию, либо подросток пойдет куда-то, да, в иную коммерческую организацию, для трудоустройства требуется пакет документов. Это норма Трудового кодекса Российской Федерации. И считаю, что подростка и родителя пакет документов не должен пугать. Во-первых, это гарантия для подростка, что с ним будет составлен корректный, верный трудовой договор, будут заключены трудовые отношения, и его гарантии будут сохранены, да, то есть он получит свою зарплату. Если, то есть мы, грубо говоря, с подросткового возраста приучаем наших детей юридической и финансовой грамотности в том числе. Поэтому моя рекомендация родителям не охать, а дать возможность даже подростку самостоятельно собрать документы. Задача родителей подсказать, где можно это сделать, ну, скажем так, быстрее. Например, для трудоустройства к нам необходима медицинская справка форма 086У. Она так и называется для абитуриентов, поступающих на работу впервые. То есть такую справочку выдают также для поступления в учебное заведение после девятых классов. Можно эту справочку заполнить у школьного врача, школьной медсестры и заключение уже написать в поликлинике. А нам для трудоустройства необходима справку об отсутствии судимости, об отсутствии наличия судимости. Ее можно заказать... Ну, это через госуслуги же можно. Абсолютно верно. Ее можно заказать подросток через госуслуги. Она придет в электронном виде. Да, не только информационные ленты читать. Как раз тренировка. Абсолютно верно. Либо, если у подростка нет, то родитель тогда, да, может заказать на своего несовершеннолетнего ребенка через свой профиль. Либо в ближайшее МФЦ, у кого нет такой возможности. И справка с места учебы подросток тоже самостоятельно с учебного заведения может взять. Заявление о согласии родителей требуется для ребят 14-15 лет. Только бланк у нас есть на сайте. Задача родителя просто заполнить заявление. Паспорт, СНИЛС, номер ННН, надо будет нам предъявить при трудоустройстве. И карту платежной системы МИР, любого банка. Все зарплата перечисляется на карту. Поэтому глаза пугают, но в принципе... Не так уж много документов на самом деле, и не так сложно... Время требуется только для медицинских справок. Все остальное можно получить в электронном виде, либо по месту обучения. А вот вы сказали, что родители охают, ахают. А вообще в плане родителей я хочу поговорить. Ребенок ведь не то чтобы не хочет работать совсем, а он может просто не задуматься об этом. Во-первых, рекомендовали ли бы вы родителям вот эти мысли закидывать детям? Или все-таки жалеть их и думать, что вот они учились, зачем это еще летом им работать? Ну вообще моя позиция то, что родителям надо все-таки подростка действительно подводить к опыту трудоустройства. Может быть не вот прям в 14 лет надо смотреть по психологической готовности вашего подростка, и родителям будет, ну, больше понятно, готов подросток или нет. Но с 15 лет однозначно надо попробовать свои силы в летний период в какую-то организацию. И действительно целью ставить не именно заработать денежные средства, а получить, пройти некоторые профессиональные пробы, да, посмотреть организацию, посмотреть вообще как устроен рынок труда, пройти, может быть, даже первый раз самостоятельно через собеседование, да, узнать, какие там вопросы задают, и кусаются ли там вообще, чтобы подросток был более уверен в своих силах. Как родители могут быть? Просто показывать своим опытом. Может быть, просто за какой-то милой, спокойной беседой, да, не настаивать, не в приказном тоне, да, а в какой-то беседе рассказать о своем опыте, как он начинал, да, во сколько он начинал. Получил свои первые деньги. Получил ли свои первые деньги. Или наоборот, если родитель рано не начал работать, а поздно начал работать, с какими трудностями столкнулся, сделал ли родитель выводы, и поделиться этими выводами с ребенком. И наверняка ребенок, если выстроено отношение между родителем и подростком, наверняка ребенок эту информацию считает, да. Если вообще хочется помочь, ну, не знаю, зайти к нам в группу ВКонтакте, ссылку подростку кинуть просто на нашу группу, да, и написать, посмотри, тут, мне кажется, что-то интересное есть. Да, может быть, даже будет эффективнее. Абсолютно верно. Ольга Юрьевна, еще про родителей. Когда выбирается вид работы для ребенка на лето, то, наверное, тоже многие родители опасаются, что не будет ли тяжело, а может быть, что-то полегче, а может быть, что-то как-то покрасивее. Вот в этом смысле, что вы посоветуете, как родителям относиться к выбору ребенка, насколько ему навязывать этот выбор? Очень хороший вопрос. Действительно, очень часто даже к выбору той специальности, той вакансии, в которой будет работать подросток, родители приходят даже не вдвоем, а еще и с бабушками, и с дедушками, и с одним подростком. И понятно, что подростку сопротивляться общественному мнению родителей, бабушек, дедушек очень тяжело, очень тяжело. Я всегда говорю одну информацию. Разрешите подростку побыть в этой тренировочной ситуации. Он не идет, не выбирает свою вакансию, свою организацию, не знаю, на 10 лет, да, ближайших. Он просто потренируется. И поверьте, у него внутри свои страхи. Да, он может быть у вас отличник в школе, но он сейчас лето, и он вообще не хочет идти, я не знаю, там, работать с помощником специалиста, с этими бумагами, потому что вспоминает, что ему опять надо две недели держаться в ситуации напряжения в летний период. А он хочет идти со своим другом, соседом, я не знаю, в какой-то центр дополнительного образования, куда они ходят там на тэквондо, и просто работать садовником или подсобным рабочим, помочь там с ребонтом этого дошкольного или там школьного учреждения дополнительного образования, да, просто лето, просто помочь другому учреждению в летний период. Это тренировочная ситуация. Здесь тренировочная ситуация в том заключается, чтобы он, вы можете собрать ему пакет документов дома, но он должен сам разбираться в том, какой документ он предоставляет работодателю. У нас очень часто бывает, что мама и папа говорят о том, что он будет только помощником специалиста, а ребенок даже не ориентируется в тех документах, которые он приносит. Он в стрессе, он в шоке, такая нагрузка сверху. Ну, две недели, ну что может случиться сверхъестественного? Ничего, дайте. Мы официальная организация, да, вся информация, она есть на сайте, ВКонтакте. Если есть какая-то тревога, можно всегда, я не знаю, обратиться к нам. Мы проконсультируем дополнительно, мы расскажем подробно о каждой организации. У нас их очень много, с нами работают они много лет. И поверьте, это те организации, которые за свой труд не получают никаких денежных средств. Они просто взращивают тоже свои молодые кадры в надежде, что эти ребята к ним придут потом на постоянное место работы. И они за них еще и отвечают во время этой работы. Абсолютно верно, абсолютно верно. И если, например, подростки у нас идут на работу на промышленные предприятия, они не работают в цехах, да, они работают в административных зданиях. Для них создаются, как я всегда говорю, такие санаторные условия. В первый день проводятся экскурсии по предприятию, по музею, знакомство со всем персоналом. Я знаю, что на заводе приборных подшипников выдают даже талоны на обед. То есть... Ничего себе. То есть почувствовать себя прямо членом трудового коллектива можно. Конечно, конечно. А вот пришел сейчас в голову такой вопрос. А дети с ограниченными возможностями здоровья, ну, в легкой форме в какой-то, могут ли рассчитывать на то, что их тоже устроят на работу? Конечно. Все подростки, которые находятся в трудной жизненной ситуации, мы трудоустраиваемы первоочередно, в том числе и ребят с инвалидностью. Достаточно большой процент у нас их трудоустраивается ежегодно, но порядка где-то 80% вот общего количества, да. Здесь тоже мы смотрим на программу реабилитации, которая есть у этого подростка, и подбираем места индивидуально. Поэтому, если есть желание у родителей, да, но есть какой-то страх, вот сейчас прекрасная возможность обратиться в центр, мы вас проконсультируем и заранее подберем ему рабочее место. Поверьте, нам, у нас были разные ребята, у которых были очень сильные нарушения, и которые были, ну, как сказать, самостоятельно даже питаться не могли. Мы все находим выход из ситуации всегда, да. То есть мы подбираем такие организации, которые понимают, какой ребенок к ним подходит. Да, у нас были тяжелые ребята, которые просто выполняли какую-то механическую функцию. Мы даже им подобрали работу, да, снимать копии, да, то есть только автоматом. Кому-то просто плевать цветы. И здесь вот, наверное, можно не думать уже даже про то, что это принесет еще и материальный результат, но то, что это социализация... Да, это очень хорошая социализация. Безусловно. Ольга Юрьевна, вы вначале самому сказали, что можно и самостоятельным путем пойти, выбрать себе вакансию. Вот все-таки тоже хотелось бы вашего совета. Соглашаться ли на работу без заключения официального договора? То есть вот не надо никаких этих справок собирать, прекрасные идеи работы. Нет, моя рекомендация однозначно не соглашаться. Это, во-первых, в первую очередь говорит о недоброкачественном, недоброкачественном, не, как сказать, непорядочном работодателе. Да, да, недобросовестном, вот как слово подобрала, недобросовестном работодателе, как правило, говорит. Во втором, во вторую очередь, очень высокие риски, что вам не заплатят заработную плату, да. И в-третьих, просто можете потерять время, получить разочарование и первый негативный опыт. У нас все практически организации, вообще в городе, да, я как бы уже не слышу о фактах того, что вот, если это серьезная организация, если я уверена, и даже небольшая организация какая-то, да, из малого бизнеса, все заключают трудовые договоры. Да, ну и это безопасность в любом случае. Однозначно. Тем более мы говорим сейчас про детей. Скажите, а какая работа запрещена для подростков? Это вредные, опасные условия труда, это различные развлекательные ночные клубы, различные, там, игровой бизнес и так далее, да. Запрещена у нас работа в ночное время, обратите это внимание, да, и у нас все-таки 10-летний период тоже комендантский час. Запрещена работа в праздничные дни в том числе. Дети ведь могут сейчас и самостоятельно найти себе работу без трудоустройства, и, например, если родители не знают о том, что их ребенок протирает стекла машин на проезжей части, играет на гитаре у метро, может быть, скажите, несут ли родители вообще ответственность за то, что вот такое происходит с ребенком? Конечно. Наверное, и небезопасно, конечно. Да, и в любом случае родители вот за такие ситуации несут ответственность, да, поэтому родителям стоит все-таки обратиться в первую очередь опять же к своему ребенку, и если вы видите, да, желание ребенка работать, но он сам не может справиться, он потерялся на рынке труда и не знает, куда пойти, я еще раз обращаю внимание, вы можете, ну, хотя бы в первую очередь прийти к нам. И чаще всего я замечаю, что подростки, да, 16-17-летние уже самостоятельно ищут варианты работы и успешно находят. Это здорово, это круто, да, но есть те, которым, ну, тяжелее проходит адаптация, ничего страшного, да, можно попробовать через нас поработать в это лет, и я вам точно говорю, что он на следующий год будет гораздо собраннее, гораздо умнее, да, и он самостоятельно будет понимать, что же ему нужно. Конечно, конечно. Вы знаете, реалии сегодняшнего дня таковы, что многие предприятия нуждаются в кадрах, мало желающих идти работать руками, потому что есть интернет, и в интернете масса предложений, не выходя из дома, заработать кучу денег, скажем так. Кто вообще идет работать летом физически, кто эти дети? Ну, вообще, вот буквально недавно смотрела последние исследования, которые проводились, и, в принципе, предпочтения ребят-подростков разделились, и мальчики, 46% рассматривают рабочие специальности как приоритетные. Ой, это почти 50%. Да, да, остальное все-таки больше ориентировано на какие-то такие технические, IT и так далее. Девочки больше ориентируются на творческие профессии, медицину и также сферу IT, да, и какие-то там новые современные технологии. При этом я могу рассказать, что на предприятиях хорошо идет молодежь, на предприятиях работают хорошие программы наставничества, да, хорошие социальные программы, очень много различных проектов по поддержке молодежи, поэтому, в принципе, это направление очень развито сейчас. И вот опять повторюсь, благодаря таким вот программам, как временные трудоустройства, все-таки предприятия постепенно привлекают молодежь к себе в организацию. Даже очень много положительного опыта, когда трудоустраиваются ребята из числа сирот, вопседники детских домов. Вот по такой системе. Поэтому все-таки, опять же, моя рекомендация, не обращать внимание на многочисленную информацию в интернете, которая может быть и некачественной, да, подумать все-таки о безопасности, да, и, возможно, какие-то лучше, какие-то моменты обсудить с взрослым, да, даже если вы нашли какого-то работодателя через интернет, и он вам предлагает изумительные условия, да, подумайте в первую очередь о своей безопасности. Сейчас очень много предлагаются, как сказать, некачественной работы, плохой работой для подростков, да, которая несет в том числе уголовную ответственность. Поэтому если нашли такого лучше, обратитесь к любому значимому взрослому. Бабушка, папа, мама, я не знаю, просто в какую-то организацию, да, но все-таки исключить возможные ситуации, угрозы вашей безопасности. Ну и в завершении, наверное, уже сегодняшнего разговора, все-таки если подросток выбирает самостоятельный путь, самостоятельно выбирает вакансию, то всего скорее он столкнется с тем, что он должен предоставить резюме, что он должен пройти собеседование, а это прям вот такая серьезная история. Помогаете ли вы каким-то образом подготовиться к этому? Можно ли у вас получить такую помощь? Да, у нас, к нам, можно обратиться в молодежный центр Самарский. Мы поможем составить резюме молодому человеку без опыта работы. Это первый момент. Второй момент, вообще можно зайти к нам в группу ВКонтакте. У нас много прямых эфиров на тему, которые сохранены на стене, на тему составляем резюме для подростков. Они буквально короткие, по 15-20 минут, но там очень много хороших нюансов, которые можно использовать в своем резюме, чтобы оно было конкурентно способным, чтобы оно было красивым, и любая работодатель, представитель ИЧАР обратил на него внимание. Психологи составили такие вот рекомендации, поэтому пользуйтесь. Если уж совсем не получается, приходите, мы всегда ждем. Спасибо за очень этот важный разговор. Я думаю, что у нас с вами есть еще одна, не менее важная тема для разговора. Это профориентация. Серьезная, согласитесь, да, и актуальная. И это, наверное, будет тема следующей нашей программы. А сегодня я благодарю вас, Ольга Юрьевна, за этот разговор. Ждите ребят. Спасибо, что были с нами. Увидимся в городе АЭС. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова